Выходит при активной поддержке сайта strangearts.ru Всем привет! Меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Сайн Шоу. Тема нашей сегодняшней передачи... Враги Флэша. Я снова решил вернуться к теме суперзлодеев, только немного в другом ключе. Не так давно миновал месяц злодеев во вселенной DC. Да и к тому же, мне сделали замечание, что я мало внимания уделяю этой вселенной. Так что злодеи будут именно оттуда. В этом выпуске я хотел бы рассмотреть троих врагов Великого Флэша, к которому у меня очень неоднозначное отношение, но об этом позже. И первым, кого я хотел бы рассмотреть, удивительный злодей по прозвищу Зеркальный Мастер. В разные промежутки времени под маской Зеркального Мастера прятались два человека, Эван МакХеллах и Сэм Скадер. В арсенале злодея огромное количество всевозможных зеркальных устройств, которые он использует в преступных целях. Для рассмотрения всех этих устройств не хватило бы одного выпуска. Поэтому я рассмотрю два наиболее интересных из них. Материальную голограмму и Зеркало, служащее входом в другие измерения. Как именно Зеркальный Мастер создает материальную голограмму, неизвестно. В комиксе об этом ничего нет. Однако давайте рассмотрим, как это теоретически можно сделать. Для этого рассмотрим, как получить голографическое изображение и вообще, что такое голография. Голография была изобретена в 1947 году венгельским физиком Деннисом Габбером. Однако более широкое распространение данное изобретение получило после изобретения Лазера в 60-х годах. Огромный вклад в голографию внес советский физик Юрий Николаевич Деннисюк, который смог создать цветные голографические изображения. Рассмотрим процесс получения голограммы. Испускаемый лазерный луч с помощью системы линз делится на две части. Одна часть отражается зеркалом, которым мастерски владеет наш герой. При этом образуется так называемый опорный пучок-1. Вторая часть попадает на пластинку, отразившись от фотографируемого предмета. Она образует предметный пучок-2. Происходит взаимодействие этих лазерных пучков с фотопластинкой. Экспонированная и проявленная таким способом фотопластинка и есть голограмма. Восстановление изображения, то есть то объемное изображение, которое вы привыкли видеть в кино, осуществляется следующим образом. Проявленную фотопластинку располагают так, как она находилась при фотографировании. И освещают опорным пучком-1. При этом часть лазерного луча, который освещал предмет, прикрывают. Опорный пучок дефрагирует на голограмме, в результате чего возникает волна, имеющая точно такую же структуру, как волна, отражавшаяся предметом. Эта волна дает минимое изображение, которое воспринимается наблюдателем. Наряду с волной, образующей мнимое изображение, возникает еще одна волна, которая дает действительное изображение предмета. Действительное изображение псевдоскопично. Это означает, что изображение будет противоположным рельефу предмета. Как видно, в результате опытов получаются лишь изображения. Но как, имея лишь изображение, получить реальный предмет? Нет. Теоретически, все, что имеет массу, имеет и энергию, и наоборот. Следовательно, если мы наделим данное изображение достаточным количеством энергии, то, грубо говоря, мы можем сделать это изображение материальным. Но это лишь в теории. На самом деле, на пути мы еще не раз столкнемся с огромными трудностями, даже несмотря на то, что Бозон Хиггса открыли. И, кроме того, откуда Мастер Зеркал возьмет такое огромное количество энергии? Тони Старк ему тут не поможет, тем более он из Марвел. Как бы то ни было, это приспособление Зеркального Мастера очень маловероятно. Теперь рассмотрим параллельные миры, вход в которые лежит через Зеркало. Уверен, Зеркальный Мастер в этом измерении не раз встречал Шалтая Балтая. Как именно ему удалось попасть через Зеркало в параллельную вселенную, очень трудно сказать. Однако и здесь есть одно научное обоснование. Речь идет о зеркальной материи. В 50-е годы ученые обнаружили, что при распаде нейтрина образуется электрон и, грубо говоря, нейтрина с левым вращением, то есть нейтрина, которая вращается вокруг своей оси против часовой стрелки. При этом обнаружить нормальный нейтрина с правым вращением не удалось. Для объяснения этого феномена была выдвинута гипотеза о существовании частиц с правым вращением, являющихся для нас зеркальными, так называемое зеркальное вещество. Физики до сих пор кропотливо исследуют данный феномен. В 1957 году Лев Ландаус сформулировал теорему, относительно которой все зеркальные частицы являются античастицами. Однако в одних случаях это экспериментально подтверждается, а в других нет. Самое удивительное во всем этом то, что ищут зеркальную материю в космосе, а именно в кометах. Многие кометы астрономы потеряли из вида, объяснению же этого исчезновения пока нет. Согласно теории доктора Мельбуртского университета Роберта Фута, многие из отсутствующих комет могут состоять из зеркального вещества. Нового типа невидимого вещества, который даже некоторыми физиками записывается в качестве одного из основных составляющих темной материи. Все это очень интригует. К тому же у каждого физика-теоретика свой взгляд на эту проблему. Как бы то ни было, это дает зеркальному мастеру теоретическую возможность на существование этого хитроумного изобретения. Из этого можно заключить, что по большому счету зеркальный мастер правдоподобен. Не включая во внимание его материальные голограммы. Второй злодей, который по совместительству является врагом Флэша, погодный волшебник. Его настоящее имя Марк Мерден. Как думаю, несложно догадаться, погодный волшебник способен управлять погодой. Сразу скажу, что данный герой намного более вероятен, чем, например, та же Шторм. Так как у погодного волшебника есть некоторое устройство, а у Шторм его нет. Давайте же рассмотрим, возможно ли с помощью жезла волшебника управлять погодой. Опять же, я не нашел устройство данного приспособления. Однако точно известно, что это нечто технологическое, а не магическое. Этот жезл изобрел брат волшебника. Как же можно изменить погоду? В атмосферных процессах участвует множество сил. Солнце посылает лучистую энергию на Землю. Но по-разному нагревается суша и море, экваториальные и полярные области. Возникающая при этом разница в температуре – основная причина движения воздушных масс. Направление и скорость при их перемещении зависит также от вращений Земли и от рельефа местности. Если бы мы захотели изменить движение воздушных потоков всего на несколько дней, понадобилось затратить колоссальную энергию, исчисляемую миллиардами киловатт-часов. Поэтому человечество пока не в состоянии искусственно перемещать воздушные массы и создавать циклоны и антициклоны. Сможет ли жезл волшебника сгенерировать такое количество энергии? Вопрос опять же упирается в компактные размеры жезла. Я уже говорил, что теоретически ядерная энергия тут вполне приемлема, ведь она имеет огромную энергетическую плотность. Однако на практике создать компактную ядерную установку невозможно. Уверен, знатоки современных технологий мне возразят и скажут, что уже изобретен ядерный аккумулятор. Да, не смогу с этим не согласиться. Это очень интересная и многообещающая установка. Но данные аккумуляторы при всем потенциале не смогут снабдить столь энергоемкое изобретение, как жезл для управления погодой. Ведь в прямом смысле он может управлять абсолютно любыми погодными явлениями. При этом каждое явление имеет собственную специфику. Столь сложную и многопрофильную установку представить очень сложно. Однако существование тех же ядерных аккумуляторов дает им лишний балл. В целом, при всей моей любви к данному персонажу, я не могу сказать, что он правдоподобен. Взрослей! И последний злодей, о котором я хотел вам рассказать, Капитан Холод. Настоящее имя этого интереснейшего и харизматичного персонажа Леонард Снарт. И как же я обожаю этого негодяя. Уверен, что среди вас обязательно найдется его фанат. Основным оружием Капитана Холод являются его ледяные пистолеты. Снарт прочел статью, в которой высказывалось предположение, что выбросы энергии циклотрона способны противостоять скорости флэша. Он создал оружие для использования этой силы, после чего ворвался в лабораторию, чтобы использовать циклотрон для зарядки своих экспериментальных пистолетов. Когда он закончил свой опыт, охранник обнаружил Снарта. Намереваясь использовать свое оружие, только чтобы напугать охранника, он случайно нажал на спусковой крючок и обнаружил, что оружие действует таким образом, который он никак не ожидал. Влага в воздухе вокруг охранника мгновенно замерзла. Заинтригованный этим, Снарт надел темные очки и объявил себя Капитаном Холод, повелителем абсолютного нуля. Конечно, по поводу абсолютного нуля он приукрасил, ведь абсолютный ноль достичь невозможно. И по большому счету, процесс охлаждения воздуха, да и всего вокруг с помощью ускорителя тяжелых частиц, мне кажется очень сложным, если и вообще возможным. И на самом деле, я могу предложить схему пистолета Капитана Холод. Да-да, вы не ослышались. И если вы располагаете достаточными средствами и не чтите закон, вы вполне можете стать Капитаном Холод. В качестве охладителя нам потребуется самое холодное вещество в мире. Жидкий гелий 4, а лучше 3. Данное вещество очень специфическое. Даже при абсолютном нуле гелий остается жидким, а в твердое состояние его может привести лишь очень высокое давление. Так вот, у гелия есть такое удивительное свойство, как сверхтекучесть. То есть он с легкостью сможет просачиваться через малейшее отверстие. Кроме того, гелий способен просачиваться сквозь материал. То есть не через какие-то либо неплотности, а через сам материал. Знаю, звучит очень удивительно, но это так. Это все из-за того, что жидкий гелий – квантовая жидкость. Лучше всего гелий удерживается стеклом. Да-да, обычным стеклом. Поэтому, если создавать оружие, то нужно всего лишь залить жидкий гелий в полые стеклянные шары. И после их запаять. Вот снаряды и готовы. Хочу также отметить, что использовать пороховой заряд неприемлемо. В качестве движущей силы в стволе пистолета я предлагаю использовать воздух. Кроме того, для того, чтобы гелий в шариках не нагревался и пистолет не взорвался, нужно как минимум сделать пистолет зеркальным. Причем внутреннюю конструкцию тоже. При этом внутри установить охладитель, который может питаться от тех же ядерных аккумуляторов. Для поддержания холода при правильной изоляции это возможно. При этом тот же гелий, который все же просочился через шарики, также пойдет на пользу в виде охладителя. Вот вам и пистолет капитана Холод. Знаю, конструкция сложновата, но если повозиться и иметь достаточно средств, то можно противостоять Флэшу. Или кто у нас сейчас герой современности? Скажу больше, с помощью гелия можно сделать ледяные бомбы с приемлемым радиусом. Уверен, капитан Холод гордился бы мной. Из всего вышесказанного, капитан Холод вполне реален. Что будет теперь, ребятишки? Арнольд Палмер. Вишневую колу. Латвия без кофеина. Кефирчику. Изжога достала уже. И в конце хочу сказать пару слов о Флэше. Я очень люблю Флэша. Он всегда привлекал меня как герой. При этом меня всегда очень воодушевляла его способность. Ведь в свое время я занимался бегом. У меня даже разряд по нему. Но вот чего я никогда не смогу принять. Флэш не может двигаться со скоростью света. Нет, это невозможно. О чем вы говорите? И ладно бы он двигался со скоростью света. Пусть они отвергают теорию относительности. Но нет. Флэш способен воздействовать на время и пространство. Перемещаясь в них. Что как бы выходит из теории относительности. Которую они отвергают. Это смотрится очень криво и некрасиво. Как бы то ни было, его враги очень интересные и колоритные. И несмотря на то, что они совершают преступления, пусть у них будет счастье и пропорциональная масса. И да-да. До скорых встреч. Пока.